Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Истности» Яенга Белова. И сегодня мы вновь отправимся с вами в телевизионное паломничество. На этот раз съемочная группа «Истности» побывала в самом древнем храме города Бобруйска. Я приглашаю вас на знакомство с храмом Святого Духа, его настоятелем и приходом. Своё начало история храма ведёт с середины XIX века. Тогда в центре Бобруйска был построен деревянный Никольский собор. Спустя полвека рядом построили новое каменное здание. А деревянный храм, который оставался целостным и прочным, перевезли на Форштадт. Можно только представить, сколько сил было потрачено на то, чтобы доработать деревянный каркас и сделать из него новый храм, который в начале прошлого века осветили в честь Святого Духа. С первых дней после открытия храм начал просветительскую деятельность. Здесь было построено учебное заведение, в котором размещались одноклассная женская и мужская церковно-приходские школы. Сохранилось редкое фото, на котором изображён хор Святодухова храма в 1911 году вместе с первым настоятелем, священником Феодором Козловским. У нас есть сведения о том, что храм с 1901 года функционировал примерно до 30-х годов. В 30-е годы он был закрыт, и здесь был образован клуб Максима Горького, часть которого и улица названа, этого клуба. Он существовал до войны. К началу войны, неизвестно по какой причине, или по причине того, что была война, или по причине какой-то ещё до этого случившейся материальной нужды, храм пришёл просто в запустение. То есть даже клуб здесь был уже полностью в запустении. То есть текла крыша, окон не было. Это вот состояние храма в начале войны. Он был открыт во время войны, и люди восстановили его. То есть они восстановили очень огромные деньги, сюда вложили, и начали служить службы. После войны, где-то с 1946 года, начались постоянные со стороны государства претензии, что храм взят незаконно. То есть верните клуб. И была формулировка такая, что люди фроштата нуждаются в удовлетворении своих культурных потребностей. Им негде удовлетворять свои потребности, поэтому верните клуб. Ну и вот в 1950 году долго очень боролись. У нас есть переписка Приходского совета с московскими чиновниками, с отделом по делам Русской Православной Церкви такой был. И очень долго даже патриарху писали, патриарх одатайствовал о том, чтобы храм оставили. Но, к сожалению, ничего не удалось. И в 1950 году храм был открыт, то есть ключей не было у государства, он был вскрыт, взломан фактически, все было вынесено. И после этого уже функционирование храма прекратилось, уже был здесь, продолжил существовать клуб, который потом был добавлен еще тем, что здесь появился кинотеатр «Луч». Так продолжалось до 90-х годов. К тому времени здание кинотеатра пришло в ветхое состояние и было возвращено верующим. И вновь почти с нуля воссоздавался храм Святого Духа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Первый настоятель был отец Александр Плуянов. Он очень многое сделал по благоустройству. Вот все, что видно во дворе храма, все здания практически были им построены. Следующим настоятелем был отец Александр Ловицкий в 2003 году. Он продолжил вот это благоустройство храма, обшил его, крышу перекрыл. Вот очень много внутри было сделано. Фактически, когда я пришел, уже все было. Иконостас был уже поставлен. Мы вот внутри храма практически ничего уже не делаем. Единственное, что мы сейчас иконы на стенах благоукрашаем. Вот такие киоты у нас изготавливаются, планируются на этой стенке семь киотов и на этой четыре. То есть будут вот такие подобные киоты еще на каждую икону, которая здесь есть. Таким образом у нас закончится некоторый такой эстетический образ храма. И мы уже примемся за восстановление полноценного духовного центра. На главной иконе храма изображен момент сошествия Святого Духа на апостолов. Так называемый праздник Пятидесятницы. Это произошло на 50-й день после воскресения. Господь Иисус Христос воскрес из мертвых и являлся своим учеником на протяжении 40 дней. Вот на 40-й день они попрощались с Господом на горе Елеонской. Он вознесся на небо. И последнего слова были «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите. Ждите утешителя, о котором я говорил вам», сказал Господь. И они находились в Иерусалиме. Написано, что вместе, в радости, ожидая чего-то. Чего-то такого, что должно было их укрепить, утешить. Потому что разлука с Господом была для них, конечно, величайшей. И вот на 50-й день в Иерусалиме, в Сионской горнице, находясь вместе в молитве, услышали шум с неба, как бы от несущегося ветра. И на каждом из учеников сошел Дух Святой в виде огоньков пламени. И видимым проявлением этого стало их говорение на языках. Они стали говорить на разных языках и проповедовать о Христе. В этот же день апостол Петр вышел на балкон этого дома и стал говорить о большой толпе разнородной иерусалимской. О том, кто такой Христос, что Он сделал, и что требуется от людей. И вот в этот день крестилось 3000 человек. Вот просто от одних слов Петра крестилось 3000 человек. То есть мы видим в этом огромнейшую силу Божию, которая действует через человека. Образ сошествия Святого Духа – это образ начала духовной жизни каждого христианина. Когда человек осеняется Святым Духом, он становится носителем Божьей благодати, становится Божьим посланником. Праздник Пятидесятницы – это празднование нашей жизни, рождение Церкви. Господи, слава Тебе! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Еще одна значимая святыня в храме Святого Духа – это порт Артурская икона. Появилась она здесь с самого открытия храма в 90-х годах, но при каких обстоятельствах – неизвестно. Из-за больших размеров холста икону не могли разместить на стене, и тогда нашли интересный выход. Образ закрепили на потолке, под куполом храма. Много известно, что это одна из самых старейших икон нашего храма – порт Артурская. Известный исторический момент в начале XX века – русско-японская война. Такое очень досадное, очень потрясшее весь русский народ поражение со стороны Японии. Такое уныние даже, которое привело потом и к революции 905 года. И как укрепление от Бога была явлена вот эта икона – икона порт Артурская, на которой изображена Божья Матерь, которая молится над вот этими несчастными солдатами, воинами, которые страдают, которые в голоде, в холоде. И вот она их покрывает своей заботой. Говорит, что вы не напрасно умираете, вы не напрасно отдаете свою жизнь. И в этом было большое утешение для многих людей верующих. Когда храм был полностью оснащен необходимым убранством, отремонтирован и украшен, появилась возможность еще больше сил и ресурсов направить на духовную составляющую жизни прихода. Одно из главных духовных направлений деятельности храма – помощь ближнему. Так, два года назад при храме появилось сестричество. Миссионеры на безвозмездной основе посещают больницы, интернаты, помогают больным, одиноким и пожилым людям. Названо сестричество в честь святой мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна пострадала за веру Христову в III веке. Она несла подвиг подготовки христиан к крещению, где конец была. И многих обратила своим подвигом, даже своими мучениями в веру Христову. Она претерпела очень сильные мучения. Она является для нас примером. И очень ответственно работать под ее покровительством. Татьяна родилась в III веке в Риме в богатой знатной семье. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. За свою добродетельную жизнь она была поставлена диаконесой. В житии святой рассказывается, как стойко стояла Татьяна за христианскую веру. Желая зрелищной гибели христианки, палачи отправили ее на арену с голодным львом. Но на удивление всем лев не только не набросился на девушку, но словно котенок начал проявлять ласку. В этот же день святую пытались сжечь заживо, но огонь не мог взять тело христианки. Святую и других христиан обезглавили. Мученическая смерть Татьяны произошла 12 января или 25 января по новому стилю. Почитание Татьяны широко распространилось среди восточных славян. Ее именем верующие называют своих деток. Это имя носит и старшая сестра сестричества. В нашем сестричестве сейчас работает 15 сестер. Сестричество наше молодое, по опыту работы, поэтому у нас такими мелкими шажками мы работаем. Окормляют сестры, посещают отделение сестринского ухода больницы имени Марзонова. Посещаем мы интернат инвалидов в деревне Вишневка. Праздником готовим им подарки, большим праздником. И дети дают концерт нашей воскресной школы, там приезжают, навещают их. Мы проводим немножко беседу и мы проводим молитву. Это в отделении сестринского ухода. Также навещают сестры и пожилых прихожан нашего храма, которые уже не ходят в храм. Немножко поддержать их духовно и подготовить. В некоторых подготовках к причастию, это основное, к вере привести, немножко даже поддержать морально их. Деятельность очень сложная, но богоугодная. Сестры много времени уделяют миссионерству. Ведь главная задача – это ободрить, поднять настроение, укрепить веру больного и одинокого человека. Это должна быть любовь. Любовь к людям, доброжитательное отношение, хорошее настроение прийти, помочь, поднять настроение. Сестричество у нас по возрасту, скажем, оно у нас пожилое. И нам не хватает молодых, энергичных, вот энергичной группы, такой вот деятельной. Вот мы призываем молодежь в наше сестричество. Раз в месяц мы собираемся, у нас собрание проходит. У нас отец Павел, духовник нашего сестричества, он проводит тоже с нами беседы. И мы обсуждаем все вопросы, которые нам нужно решить. За два года сестричество окрепло, пополнилось желающим помогать. Каждому здесь отведена своя роль и дана своя миссия. Ну, у нас было, наверное, поначалу 10 человек. Но здесь сейчас у нас есть и сестры, которые работают постоянно. Это в основном группа 5-6 человек. И сестры, которые проводят разовую работу, присоединяются. Ну, вот такая вот, в таком плане работа. У нас организовано по воскресным дням чаепитие для прихожан. И вот сестра наша печет булочки. У нас есть сестра Галина, которая печет булочки для этого. Работает у нас сестра Тамара, у нас активно работает. Она работает с многодетными семьями, малообеспеченными. Мы собираем вещи, и она это распределяет между ними. Ну, вот люди довольны о этой работе. Сестры приглашают всех неравнодушных присоединиться к ним. Любая помощь, хоть редкая, но участливая, очень важна. Главное, чтобы было желание, а силы и время на помощь другим всегда найдутся. Уверена сестра Татьяна. Есть при храме свой хор, который сопровождает богослужение. Регент хора Галина Погоржельская вспоминает. Когда она приехала в Бобруйск, здание храма было музыкальной студией. Первое место работы мое было здесь. Здесь была небольшая музыкальная студия. Преподавала я баян, баянистка. Ну и потом был Дом культуры городской. После этого уже был кинотеатр. Приходили смотреть кино. К сожалению, храма не было. Я как храм его до этого времени не помню. А вот когда он открылся, здесь родился протерей, отец Александр, покойный ныне. И первый регент, который здесь пела, одна. Это была матушка Ирина. Эта матушка Ирина прослужила где-то регентом 40 лет. Матушка Ирина вообще была уникальной человеком. Она была очень образованный человек, очень музыкальный. И обладала таким уникальным голосом, с очень большой, ну, у нее объем голоса был очень большой. И я помню эту службу, когда я, помню, пришла, она сидела здесь за столиком. Еще как такового клироса не было. Матушка сидит за столиком одна, батушка один служит. Вот это я помню. Но я тогда не могла еще прийти сюда, потому как я была задействована. Галина же в это время была регентом в другом храме, Георгиевском. Там она проработала 28 лет. Сама я из такой семьи. Моя мама и отец протерей Константин в 1937 году был расстрелян. Братья священники, три брата были расстреляны. И вот потом, когда уже моя дочка подросла, тоже закончила музыкальное училище, она познакомилась с студентом семинарии. И он, как бы сказал, говорит, ну, я, наверное, буду продолжать вашу династию. Он сейчас протерей в Могилеве. Внук мой диакон там в Могилеве. Так что семья вот такая вот духовная. У меня и сын поет здесь на клиросе. В храм Святого Духа Галина пришла подготовленным человеком с почти 30-летним опытом регента. И вот здесь она служит уже более 12 лет. Конечно, было немножко сложно в каком плане. Мы переехали сюда жить. В Георгиевском храме у меня были профессионалы-музыканты. И здесь у меня ни одного музыканта нет. И женщины все стараются петь, ну, можно сказать, с моего голоса постоянно. Ну и до сих пор вот так вот. Они как-то, ну, сами понимаете, у каждого семья. Но как-то люди стремятся, вот люди понимают, для чего это нужно. Если, к сожалению, я могу сказать, что музыканты многие, хотя не те, с которыми я была, люди приходили за деньги, музыканты. Вот, в первую очередь, я всегда спрашивала, а вы что умеете в храме? Потому что лично я сама, как музыкант, я приходила в храм, и бабушки поют, а я стою и тихонечко подпеваю. И потом мне батюшка сказал, а что ж вы никогда не подошли ко мне? Я говорю, я ничего не знаю, как я могу служить. Ну, а вот так вот Господь привел. Сегодня на клиросе поют 12 человек. Все певчие люди разных профессий, которых объединяет желание служить. И сделать так, чтобы во время служб молился весь храм, чтобы не только хор пел песнопение, но и все прихожане. У нас и храм иногда, вот даже батюшка, все-таки он у нас не так долго. Вот он пришел, он говорит, я удивился, что люди запели «Милость мира» все-таки такое песнопение. Да, я говорю, храм должен молиться. Не только мы. Мы понимаем, что в храме иногда у человека и мысли разные, и все. Но, слава Богу, как-то все управляется. Отец Павел в епархии отвечает за молодежное служение. Помимо всего прочего, это большая деятельность за пределами храма. В церковь молодое поколение приходит на последнем этапе воцерковления. Но чтобы начать этот путь, нужно проделать определенную работу. Сейчас работаем вне храма, мы проводим множество мероприятий. Стараемся собирать молодежь на различные такие вот, используем различные формы. Это и спортивные турниры, и экологические семинары, и балы молодежи, вот и форумы, так и образовательные. То есть мы просто пробуем разные способы. Я каждую неделю хожу в школу, беседую со старшеклассниками о смысле жизни, о таких вещах этических. Потому что говорить сейчас о религии, когда они еще даже не созрели, скажем, даже внутри себя, я пока считаю праздновременным, мы говорим вот об этике, об этических вопросах, о целомудрии, вообще о каком-то таком человечестве, скажем так. Ну, мне кажется, что молодежь привлекает не храм, да, привлекают взрослые наставники, то есть тот, кому они доверяют. Вот мы хотим так сделать, чтобы молодежь нам доверяла, чтобы они с нами советовались, чтобы они видели в нас таких своих духовных друзей, к которым можно всегда обратиться. Сейчас приход готовится к серьезным переменам. В пристройке к зданию храма ведется большой ремонт. Вовсю идет строительство духовно-просветительского центра, на который у настоятеля отца Павла большие планы и надежды. На базе центра будут работать библиотека, воскресная школа, проводиться мероприятия для молодежи, собрания, вечера, праздники и даже торжественные балы. Эта пристройка к основному зданию здесь появилась еще в 70-е годы, когда на месте храма был клуб. Здесь планировали сделать библиотеку имени Гоголя. После возвращения здания верующим библиотека продолжала свою работу. Но когда пристройка пришла в аварийное состояние, а заниматься ее ремонтом не было ресурсов, ее передали храму. Музыка Мы считаем, что такая компенсация нам от советского прошлого за то, что храм был у нас отобран, нам такое здание передали. Мы сейчас его восстанавливаем и хотим здесь сделать полноценный духовно-просветительский центр. Вот здесь 300 квадратных метров, достаточно большое пространство, большой зал, несколько классов, трапезная, санузлы. То есть все, что нужно для полноценной работы с детьми, с молодежью, со семьями, с инвалидами. То есть у нас разные есть планы насытить работу этого центра. Пока все это у нас в том маленьком здании концентрируется, но мы планируем уже с этого сентября, с конца сентября, когда у нас начнутся занятия в воскресной школе, восстановить два помещения уже в здании бывшей библиотеки. Там у нас будет хор проводиться, хор старших и хор младших. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и себе. Удивительно, но до нашего времени сохранилась часть стены деревянного храма, того самого, построенного в 1835 году. Виден цоколь, выложенный из кирпича в начале 20 века. Бревна, которые являются основанием храма, тоже сохраняются уже почти 200 лет. Материал, конечно, уникальный. Когда мы в храме делали ремонт, и надо было пропилить небольшую нишу, пилили бензопилами и порвали несколько этих полотен. Прежде чем мы отпилили это дерево, то есть оно настолько крепкое, как камень. Ну и запах был, конечно, потрясающий. То есть пахло смолой просто, вот как будто бы ты режешь такой свежий лес. Вот настолько оно вот было, дровесина того времени, настолько оно качественное, хорошее и крепкое. Надеемся, что наш храм простоит еще не одну сотню лет с таким материалом. Строительство идет быстрыми, даже, можно сказать, стремительными темпами. Уже есть отреставрированное помещение. Мы находимся уже в реконструированном помещении бывшей библиотеки. Здесь будет у нас такой просторный холл, который дверью сообщается с храмом. Здесь у нас будет возможность детям во время службы находиться. Вот дети могут здесь побыть, пока идет служба. Вот тут у нас будет два санузла. И пропланируется здесь также небольшой гардероб для прихожан, которые приходят на службу. В соседнем помещении будет трапезная, а рядом небольшой конференц-зал. Можно посмотреть разницу, как говорится, с чего мы начинали. Здесь вот за этой ширмой находится старое здание. Вот в таком виде, в общем-то, оно было совсем недавно. И с Божьей помощью мы потихонечку восстанавливаем все это. Здесь мы находимся сейчас в еще пока не отреставрированном части библиотеки. Здесь у нас будет большой такой актовый зал, где мы планируем сделать и большую сцену, и проводить какие-то общие приходские мероприятия для всех прихожан, собрания, какие-то концерты, культурные вечера. Вот, для молодежи тоже хотим какие-то организовывать вечера общения. Вот, может быть, даже и когда-нибудь и бал молодежи сделаем, потому что места, как вы видите, хватает. Еще ближе, с жизнью храма, расписанием мероприятий можно познакомиться на сайте прихода. Сайт наполненный, информативный, функциональный. И совсем скоро, рядом с прочими разделами, там появится отдельная вкладка, посвященная работе и духовно-просветительского центра. От всей души желаем приходу Святодухова храма процветания, долголетия, духовного роста и сил. Впереди у вас новый этап в жизни прихода, ответственный, сложный, но крайне необходимый. Пусть будет все во славу Божию. В эфире была программа «Истности» Яинга Белова. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok